Добрый день! Меня зовут Семенова Александра, и мы сегодня поговорим об исследованиях диссернета, которые касаются пенемии Пермского края. Я немножко начала заниматься этим вопросом несколько лет назад, когда познакомилась с одним из основателей диссернета, это профессор Андрей Ростовцев. Он приезжал к нам в Пермь, рассказывал много о своей работе, делал здесь большую презентацию, и тогда мы с ним познакомились и вот начали заниматься пермской частью. Все эти работы, вся эта наша работа, касающаяся перми, состоит в том, что мы вычленяем из всех исследований диссернета те работы, которые относятся к перми, и их публикуем, рассказываем о них, привлекаем сообщество к этим проблемам, публикуем в журналах по мере возможности. Сейчас у нас очень большой проект есть с журналом, с интернет-журналом «Звезда», который посчитал эту тему очень важной, и просто подряд все кейсы, которые есть на сайте диссернета, публикует на своих страницах. И можно там посмотреть, там уже больше десяти, по-моему, у нас публикаций, и вот они будут продолжаться. Сейчас уже у диссернета есть большая база кандидатских и докторских диссертаций, в которых обнаружено некорректное заимствование, порядка семи тысяч работ в этой базе, и уже там проводят некоторую статистику и делают разные другие исследования на основе вот уже этих проанализированных работ. Самое большое число работ по экономическим наукам. 43% из всех работ — это работы по экономическим наукам. Что касается нашего Пермского края, у нас сейчас известных работ с некорректными заимствованиями где-то больше 60. Ну и в основном это работы по экономическим наукам тоже. Мы смогли выявить два куста, которые воспроизводят эти диссертации с некорректными заимствованиями. Это один такой региональный источник — это Пермская сельхозакадемия. Там на экономическом факультете есть люди, которые вот занимаются воспроизводством диссертаций с некорректными заимствованиями. И эти все люди известны, можно посмотреть на сайте диссернет, ну или вот в презентации, которую выложит Влад. Значит, одним из самых ярких представителей этого источника является Ксения Владимировна Пьянкова, или Новикова у нее новая фамилия. Она сейчас работает в Пермском государственном университете, заведует кафедрой маркетинга. У нее и кандидатская работа, и докторская работа, обе с некорректными заимствованиями. Это все давно известно, можно посмотреть на сайте. И очень неприятно, что университет никак не реагирует на этот факт. Кроме Ксении Владимировны, которая пришла из сельхозакадемии, университет, в сельхозакадемии еще ряд доцентов из ведущих кафедр, которые тоже имеют диссертации с некорректными заимствованиями. Но сельхозакадемия – это такой региональный источник. Есть федеральный источник, который очень хорошо известен диссернету федеральному, я имею в виду. Это пермский филиал Института экономики Российской академии наук. Заведует этим филиалом Пыткин, у которого просто огромное число работ, где он был либо руководителем, либо оппонентом в этих диссертациях с некорректными заимствованиями. На сайте диссернет сейчас опубликовано 33 такие работы. И еще раз скажу про университет. Очень приятно, что университет тоже привлекает Пыткина к работе в своих стенах. Сейчас на сайте есть такая табличка, как антирейтинг вузов. То есть все вузы в Российской Федерации выстроены в таблицу, и есть там колоночка «Кейсы диссернета». В этой колоночке можно посмотреть количество диссертаций, в которых были как-то задействованы преподаватели этого вуза. И вот в этой табличке Пермский университет занимает такое некрасивое место. Там очень странная такая ситуация с университетом. Местных преподавателей в этой таблице нет. То есть там есть Пыткин, который директор Института экономики Пермского филиала. Есть Пьянкова Ксения Владимировна, которая пришла из Сельхозакадемии. Есть еще несколько преподавателей тоже из либо Академии, либо из Института экономики. То есть сам университет у себя в стенах не взрастил таких людей, которые занимаются нехорошими делами в плане плагиатов в диссертациях. Но почему-то под своей крышей пригрел таких людей со стороны, что очень неприятно. А скажите, пожалуйста, вот это само понятие некорректное заимствование, что под ним понимается? То есть каков процент некорректных заимствований? Что это такое? Это плагиат других источников или это самоплагиат? И вот какой процент является вообще проходным? То есть сколько должно быть незаимствовано или сколько должно быть заимствовано? По-моему, мне тоже говорил Андрей Ростовцев, что сейчас они берут, то есть вот там же в автоматическом режиме сравнивается, если есть в автоматическом режиме подряд три страницы, то вот такая диссертация... Это достаточно много фактически. Да, да, это уже очень-очень серьезный такой плагиат. То эта диссертация уже как бы считается забракованной, и дальше ее смотрят люди глазами. То есть, возможно, этот человек сам себя цитировал, да, например. Если, ну, на самом деле, такие случаи редкие, как правило, все-таки это некорректное заимствование какого-то другого источника, ну и там видно, что это списано. А какие источники? То есть что это такое? Это действительно научные источники или это там студенческие рефераты? Нет, ну, конечно, это диссертации, база диссертации, база каких-то публикаций. Нет, я имею в виду, что в диссертации, вот что они заимствуют? Просто, понимаете, я сама секретарь журнала, и когда вот нам статья приходит, бывают разные варианты. Но в основном, конечно, это самоплагиат, есть процент, который уже просто они в каждую статью пишут, а потом уже дальше свое специфичное исследование приводят. Ну, здесь мы уже просто работаем, отправляем на доработку, но есть, например, просто заимствование даже не научных текстов, то есть даже студенческих рефератов. Вот здесь-то о чем речь идет, получается? Ну, очень часто, конечно, есть заимствование в литературе, в обзоре литературы. То есть просто кусками там все списано, первая там часть, и даже сами авторы таких работ в кавычках говорят, ну что там, мы списали обзор литературы, это же не страшно, это же как бы не основное, дальше мы сами все писали. Ну, как бы на это ответ такой, что есть ведь правило, нужно оформлять, если вы не сами это сделали. Ну, то есть это просто такая отговорка. Есть, конечно, которые списаны, и такая исследовательская часть, особенно по экономике, это очень смешно выглядит. Там известный кейс, когда мясо заменяется на колбасу, просто копипастом, но это на самом деле редкий случай. Просто типовая задача, да, она вот проходится, но с другими примерами. Да, это один вариант. А еще очень часто мне встречается, когда заменяются года, то есть это же экономика, там берутся какие-то коэффициенты, реальные причем. Там если это работа 10-го года, то берутся за последние 5 лет какие-то коэффициенты, из них какое-то делается, какое-то исследование, анализ, какой-то вывод. Вот, а взято все это из работы, там, например, 2000-го года, где все эти данные, те же самые данные приведены, но с годами, там, с 90-го по 95-й. Это очень смешно выглядит, особенно когда это работа какого-нибудь чиновника из аппарата Пермского края, который экспертную оценку выводит, ведь, на основе данных вот этих. То есть, вот, по экономике очень часто, вот, когда просто заменяют года. Фактически, речь идет, то есть это даже некое нарушение информативности, это не информативно. Это подлог исследования, это подлог исследования, это очень серьезное такое нарушение. И если, например, в политике применять это исследование, то это будет, наоборот, не то, что неэффективно, это антирешение. Да, у нас отсутствуют эксперты, получается, что мы ведь думаем, что во всех этих отделах чиновники, где сидят, мы предполагаем, что это эксперты, там написано, кандидат экономических наук, например, он там заведует какой-нибудь группой аналитической, которая там делает какие-то, а сам, по сути, как бы не представляет из себя эксперта. То есть делает незначимым свою работу фактически. То есть, как я поняла, вот диссернет, он себя позиционирует как некий общественный контроль, причем такой первичный общественный контроль, который выявляет заимствование и ставит вопросы перед теми людьми, которые называют себя специалистами. Ну да, перед обществом в том числе, что нужно контролировать, ведь все вот это дело. Вообще, Андрей Ростовцев называет этот проект, диссернет, я имею в виду, исследовательским, социологическим проектом. То есть такое явление у нас в России есть, как обмануть, соврать и куда-то пробиться вверх. То есть тоже можно, скажем так, по вот этим эмпирическим материалам, собранным диссернетом, это колоссальный эмпирический материал, можно фактически действительно опубликовать исследование, если проанализировать этот материал, такого социологического тока. Да, да, и они это делают, проводят такие исследования, очень много статей на сайте тоже диссернета, можно посмотреть. А в научных журналах, именно социологических, специализированных? Надо посмотреть, честно говоря, не готова ответить. Что касается нашей Пельми, то, например, публикация диссернета в Пермском политехе дала очень хороший результат, и с политехой сейчас уволены, во всяком случае, на сайте политеха нет информации о тех людях, которые есть на сайте диссернет. Вот, к сожалению, университет, еще раз скажу, что он никак не реагирует на такие публикации, а вот политех, он, да. А как проходит сотрудничество с вузами? То есть пишутся какие-то бумаги или просто публикуются на сайте диссернета? Просто публикуются на сайте диссернета, да, вся информация берется с сайтов вузов, то есть там же у них сейчас очень много данных именно по вузам, чтобы было видно, в каком вузе ведут такую деятельность люди, которые делают такие диссертации, такую работу. И вся информация берется просто с сайтов, никаких там официальных запросов нет, все, что на сайте выложено, появляется на диссернете, если этот вуз каким-то образом задействован в системе. А если вуз, например, то есть они провели разъяснительную беседу, поставили этот вопрос, искоренили таких в кавычках специалистов, то есть можно ли, получается, убрать, повысить свой рейтинг, убрать из диссернета? То есть это какой-то срок ведь должен быть? Ну, они периодически, видимо, мониторят, через каким-то периодом, есть там специальные люди, которые следят, смотрят, периодически просматривают сайты. Вот в политеххе было порядка тоже 40 у них, в том числе у них был этот же Пыткин из Института экономики со своими 33 кейсами. И вот они его, видимо, уволили или исключили, во всяком случае, с сайта, и сейчас там в политехе циферка 0 стоит. Но там есть теперь другая циферка по статьям, то есть сейчас диссернета новый проект запустил по анализу журналов, рекомендованных ВАГ, и тоже увязал это с вузами. И сейчас можно посмотреть, сколько в каждом вузе есть людей, которые вот эти статьи писали с некорректными заимствованиями. Сейчас в политехе тоже. Политех сейчас на первом месте по этому параметру прямо по России. 59 статей, но там все сотрудники кафедры физической культуры и спорта. Да, мы в курсе, просто мы проводили разъяснительную беседу с этими людьми. А, вы когда с ними общались? Да, да. И что они говорят в нем прямо? Ну, просто физкультурник, два физкультурника решили, что можно на этом заработать. Но это просто на самом деле вопрос о том, что физкультурник, он не занимается наукой. То есть это кафедра особая. Они же все кандидаты педагогических наук. Это вопрос, конечно. Но, по крайней мере, я знаю, что беседа, она была проведена, то есть это все пресекли, и, конечно, вуз это будет пресекать. Я очень рада за политех, что он ведет эту работу. А университет же прямо так и пишет, что у Пьянковой, вот, пожалуйста, есть докторская степень, что вы хотите. Она у нас тут будет работать. То есть они отсылают к ВАКу как организации? Да, да, и больше ничего не делают. Мы, наверное, завершаем такой небольшой экскурс сегодняшней. Всю информацию можете посмотреть на сайте Диссернет. Очень много там, чего можно найти интересного и узнать. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...